Доброе утро, друзья. Начинаем запись. Сегодняшняя тема морозобоины. Ну и попутная тема обрезок Правильных, неправильных. Вот так. Попроверяю. Идет ли запись? Идет. И так, значит, для чего это надо? Ну, надо помочь этой симпатической женщине. Вот. Мои ученицы, дочке и заодно аспирантке Государственного университета города Костоявка. Вот. Значит, сейчас мы и начнем. Итак, тема морозобоины. Вот. И, кстати, Елена Александровна Савинича, так зовут, она же уже, она теперь уже и лектор читает лекции. И фактически она готовится к роли ведущего всероссийского федерального телеканала, куда ее как-то пока не приглашали. Но из тех, кто, я уже убедился, может учить миллионную аудиторию, наверное, она уже в первых рядах, а скоро будет и первой. В данный момент идет подготовка к лекции для Белоруссии. Так. Значит, эту фотографию мы особо комментировать не будем. Я уже имею в виду не девушку, а вот эти вот деревья, маджурские абрикосы. Если приглядитесь, вран за подлецом нету, только торчат вот такие ветки, вот такие вот. Это мой принцип, никаких равных концов, но это попутно. Сейчас я многое что пропущу, вторая лекция, вторая, фильм, и подготовка будет касаться прививки. На данный момент я эту пропускаю, пропускаю, пропускаю прививки. И правильные прививки, неправильные прививки. Все это мы тоже будем проходить, впереди привычный сезон. Но там, это я только начал собирать фотографии, по теме. А именно морозобойные и сопутствующие им обрезки будем проходить сейчас. Начнем, наверное, вот отсюда. Так, смотрим. Ага, значит, здесь прямых морозобойных я не вижу. Вот, потрескавшаяся кара, это нормально. Это только дураки сами делают и вас учат. Брать скребок, и вот это все, что вы видите на экране, вот, довольно старое дерево, около 20. Вот, для Сибири старое. И требуя все это буквально до живого мяса соскавлить. Одна из несосветных глупостей, преследующая садоводство миллионными просмотрами. Вот, что страшно, миллионными просмотрами. Это по ходу. А вообще, обратите внимание, когда дерево начинает болеть, страдать, уже от возраста. И у него вверху больше, на кроне появляется проблема. Она спокойно берет и выбрасывает с нижней части так называемые волчки. Их так приняли. Вот, кстати, это груша, вы потом, у меня вебинар в понедельник, и вы увидите, как я показываю тех, которые, это, в середине лета в фильме расправляется буквально, в середине лета отрезая, называют их жирующими. Вот, и тоже груша. Глупость несосветная, но что делать, она преследует нас везде и всюду. Вот, и так, вот это вот замена кроны. Молодые побеги, которые трогать категорически нельзя. Возможно, когда-то придется выше, в день в метр, отпилить все это, когда придет, угасится на кронах. Вот. Значит, немолодое дерево ему, я его уже спилил. Дело в том, что это мое беда и горе. Не хватает места под эти самые, под новые сорта, сорта, образцы, формы. Вот, и когда дерево надломилось от урожая, вот, я его полностью убрал, хотя оно еще могло продолжать. И продолжать. Вот, теперь давайте вот на это посмотрим фотографию. Сейчас я уменьшу, а то все не влазит. Все не влазит, так. Все не влазит. Ага, теперь почти влазим. Сейчас я еще уменьшу. Немножко. Вот так, наверное. Теперь вся вошла. Итак, смотрим сюда. Значит, это старое дерево. Наверное, вот это внизу рано, практически рано на кольцо. Возможно, это я. Ну, 30 лет, извините, возраст. А начинало, как все. Альтернативный садоводство, жалли, зал появилось чуть позже. И так появилась рана. И проводящие пути были уничтожены. Как вокруг этой раны. Все вокруг этой раны вымерзает. И когда вымерзает, выше уже остаются без, вот эти клетки, под этим белым пятном, они остаются без питания и умирают. И ни в коем случае нельзя трогать эти грибы, которые едят мертвую ткань. Они фактически чуть ли не защищают дерево от мороза. То есть, лишнее покрытие. А если их содрать, как нас учат, содрать, вырезать до ткани, до живой, это еще одна несусветная глупость. Идем выше. Кругом морозобойные, морозобойные. Вот. И давайте посмотрим на вот эти вот. Видите? Я их не просто отпилил. Они просто сухие. Сухие были. И ни в коем случае, представьте себе, какая огромная рана была бы, если бы я сделал рану, так называемая обрезка на кольцо. Вот так я их оставляю всегда. И это долголетие дерево продолжается. Справка. В этом прошлом 22 году, из всех 39 лет, у меня был абсолютный урожай, который вообразить себе невозможно, в принципе. Простенькие маджушки изредели мне дали по 40 ведер. А культурные давали по 20-25. Лучшие по 20-25 ведер. Вот это было. Поэтому в данном случае, вы видите, дерево вроде бы изувечено. И подчеркиваю, если бы не эта рана, которую, возможно, я сделал давным-давно, допустим, 20 лет назад, 25 лет назад, дерево было бы в лучшем состоянии. И я не исключаю, что если бы не вот эта рана, то вот эти ветки боковые были бы еще живы и плодонослены. Вот. Следующее. Я ведь не зря выбрал старое дерево. Это дерево я тоже спилил. И тоже на нем был рекорднейший урожай. Но в данном случае речь идет о следующем. Значит, здесь была еще одна ветка. Она рухнула. И видите, это, то, что отпилило, то отпилило. И здесь тоже. А еще одна из моих первых ошибок. Я был такой, как все. Вот. Смотрим сюда. Значит, обычно появляется вначале морозобойно. Вот потом дерево начинает самолечение. Я подчеркиваю, как это выглядит. Вот то, что вы видите, потом из глаз, когда вы видите десятки таких фотографий, ваш глаз привыкнет. Что вот эта свежая кора, абсолютно свежая, она как феникс возрождается. А старая кора, вот она, которая отлупилась или как отлепилась. Вот. Она окончательно погибла. И ее едят уже грибы. Это их работа. И ни в коем случае, не дай вам это, это надо бить по рукам и бить по губам тех, кто берет. Я таких примеров много приводил, еще приведу. Вот. Что ни в коем случае нельзя брать скребок, нельзя брать ничего, нож, нельзя брать. Не отрезать, не вы это, не сдирайте, не сдирайте. Это идет естественный процесс. Ни в коем случае я вас умоляю. Вот. И этому дереву еще жить дожить. Кстати, обратите внимание, вверху видите абрикосики. И вот видите абрикосики. Она продолжает, он наносит, как ничего вне было. Фотографии свежие, 22-й год. Вот. Это один из моих рекордсменов. У меня в другом месте, это по другой теме. Есть вот эта ветка, которая торчит в бок. Видите? Вот. Она жива, здорова и продолжает плодоносить, как ничего не бывало. Это к вопросу о том, что не надо отрезать нижней скребетной веткой. Вот. Черешня. Значит, кто у меня летом был, я угощил черешню с этого дерева. Рана страшнейшая разорвала буквально морозом. Вот я к ней не подходил ни с чем. Рану эту не вырезал, не заделывал, не протравил, не делал ничего. Значит, дерево живо и продолжает плодоносить. У него наросла новая кара сама. Вот. Поэтому один из моих постулатов звучит так. А постулат для меня уже закон. Для вас еще пока постулат не имею права. На законы. Не ученые. Ученые, но не ученые. Вот. Погон не имею. Так вот. Он заключается. Это постулат следующий. Естественно, раны лечить не рекомендую и вообще нельзя. Естественно, раны дерево лечит само. Заменить чем-то режущим инструментом, замазкой, покраской. Чем угодно. Естественно, раны нельзя, не надо. Только будет хуже. Вот. Только искусственные раны мы лечим. Сделанные режущим инструментом. Так. Ну, дерево молодым не назовешь. Мразобои жуткие. А видите, вовы на деплодике. 50. Как нищим не бывало. Значит, к этому дереву я подходил только за тем, чтобы отрезать всекие ветки. Не целиком, а вот так. И, как видите, дерево продолжает жить. А выше нормальная крона и все, что с ней связано. Вот. Вот эта фотография интересная. Ну, казалось бы, все. Уже все. Уже дерево делать нечего. Оно уже изуродовано морозами. Так. А оно живое полноносит. Эта фотография не моя. Эта фотография из интернета. Вот. Взяли. Угрубили дерево. То ли известкой. А, скорее всего, уже краской. Дерево перестало дышать. И начало загибаться. И подчеркиваю, уже этого достаточно. Уже этого. Вот. Ну, есть сопутствующий фактор. Я подозреваю, что вот это раны здесь были в свое время. Вот это похоже на рану. Вот это похоже на рану. Вот что не добавляет морозов. Остокостью убавляет. Вот дерево начало болеть. Вот его взяли. И вылечили. Вот это вот замазали. Я вам говорю, в таких случаях. Я не знаю, как. Каким образом. Ну, может быть, хотя бы просто мылом, что ли. В этой самой. Может быть, тряпку взять. Мыло намыли тряпку. Может, как-то смыть эту всю дрянь. Может быть, дерево еще спасется. Но вот так нет. Это не выход. Это мой сад. Вот. Это груша, которая, казалось бы, в плачевном состоянии. Причину назвать. Кстати, опять же, обдирать ни в коем случае ничего нельзя. Вот. Нельзя подходить к нему. А что будет, то будет. Причина в том, что мало очень места. Когда-то здесь был питомник. И стараясь как можно больше захватить территорию. Вы даже видите. Часть территории. Считайте, что я захватил часть территории соседа. Да. Кстати, они тоже собирают ведра. Мои груши, в том числе, и с этой. И эту тоже. Вот. И вот это вот отсутствие недостаток солнечных лучей привело именно к этому. Часть дня груша находится в тени. Вот твои причины. Но еще раз говорю. Ничего драть нельзя. Одна из самых страшных ошибок. Ну, вот это и есть. Я это называю темой другого темы. Когда речь пойдет о химерах. Вот видите, написано. Фаина. Фаина погибла. От корней практически пошли ветки. Явно ветки подвойные. Мощные. Только на них плоды уже были 40 грамм. Это все темы других разговоров. Я к тому говорю, что чем ниже прививка, тем больше шансов. Видите, даже на подвойных ветках культурные плоды получились. Это, так называю, я это называю селекция наоборот. Окультуривание подвоев. Это подружки абрикос. С помощью привоя. Вот. Одна из тех хитрости, которая называется садоваться по железу. Прививка как можно ниже подвоя. И на дно расскажу. Если ветка отберется, она приводит. То только самый нижний фрагмент это ветки. Не считая двух-трех спящих почек. Ой, жуть какая. Ой, жуть какая. Ну, что мы видим. Так. Это не мой участок. Где этот участок-то? Кто же мне эту фотографию прислал. Как ее комментировать? В общем, дерево насквозь больное. Вот. Причину здесь установить сложно. Вот. Надо знать историю. Вот чем хорошо деревья в моем саду, я знаю их историю. Этих деревьев. Вот так еще одно такое же дерево. Ясно, что мразобои они жуткие. Страшные, смертельные. Вот ниже ветки появляются. И, наверное, вот эти ветки самые нижние. Будут основы, если вот так вот отпилить, вносяли вот здесь. Чтоб вот эти ветки еще пожили боковые. А брехоз, вон вижу, еще даже плодоносит немножко. Есть зеленая побега. Вот тут отрезать, если... Когда наверху... А, вот еще и выше есть пробел. В общем, дерево еще будет жить. Когда верхушка отсохнет, отсыхает сюда сверху. Отрежется здесь. А может быть, через несколько лет, отрежется уже здесь. Вот газон растает свежая хроника. Это мое усаду. Погибало постепенно. Видите, тут у меня два пенечка. Вот. А, наконец, наступил момент, когда из-за большого рожая оно же полностью рухнуло, а я его спилил. Вот. Это такой вопрос о том, что... Я не говорю, что все было хорошо. Ветки отсыхали, я их отрезал. Но, в конце концов, срок жизни в Сибири этого дерева закончился. Вот это очень характерно. Здесь две проблемы. Первая, на взгляд науки. Ах, караул. Это мы, я говорю, у меня все абрикосы буквально растерзаны морозами. Буквально уничтожаются. Но не уничтожены. Причины несколько. Там сухие корневые шейки. Эти самые. Основание штамба. Посадка на холмы. И тут получается такая картина. Этому дереву еще жить-дожить. По той причине, что постепенно, если приглядеть, смотрите, светлое. Видите, через трещины. Это совершенно молодая кора. И еще жить-дожить. И вот здесь вот, обратите внимание, вот я сейчас... Это надо глаз уже набивать. Вот, вот, смотрите. Вот слева, видите? Вот это молодая кора. Совершенно молодая кора. Она ей жить-дожить. Вот эта часть, где чернота постепенно отомрет и будет съедена грибами. Но, тем не менее, тем не менее, это дерево еще будет жить. Его нельзя ни в коем случае подходить к нему со скребками и прочими инструментами. Ничего не обдирать. Вот, умоляю. Частично она еще зарастается по овощу. Рану с помощью комедии. Вот она. Вот. Это комедия. В народе называется живица. А его приняли считать врагами дерева. Считают, что оно жирает дерево. Вот из таких будет десятка глупостей дичайших. Вот. Состоит наше садоводство. Десять-двадцать таких глупостей, которые не дают развиваться. Это примерно то же самое. Мой сад очень близко к забору. Это связано с тем, что... Это связано с тем, что не хватало места. Давайте смотреть. Худо-бедно. В верхней части появляются новые побеги. И дерево продолжает плывоносить. А нижняя часть? Да не смотрите вы нижняя все. Так, вот эта боковая ветка. Видите, она плывоносит. Я спас в свое время. Она под врожаем, буквально взрывая, отломилась. Со всей силы, сколько было, притянул. И больше ничего не делал. Не замазывал. И ветка оказалась спасенной. А почему она отвалилась? Вот. Сибири такие безмерные врожаи. Сибирь на них не рассчитана. И у наших деревьев очень хрупкая получается древесина. Значит так. Это уже из темы обрезки не на кольцо. Видите? Это один из моих гигантов. Это один из моих рекордсменов. Десять лет назад снимала телевидение. 25 ведер урожаи. В этом году уже не взвешивали. То есть, ведрами не мерили. Но на это не меньше. Если не больше, то не меньше. Так. Опять. Стою на краешке земли. Опять пловут куда-то корабли. Значит, снова. Как прокомментировать? Значит, нижние скелетные ветки отсыхают. Вот. Видите, видите, видите. Я их отрезаю. А почему отсыхают? Мне здесь часть дерева не хватает. Этих самых. Солнце. Но как только появляются возможности. Смотрите, уже молодые нарастают. Побеги. Если бы я отрезал заподнесло с этим составом, этих бы веток, вот зеленых бы не было. Вот это перед вами черешня. Ой, какая она это. Как она морозов боится. Но держится за счет того, что я к ней не подхожу. Вот так кора полопалась. Кто-то бросился бы их замазывать, эти раны. Это не рано. Вот. Это дерево растет. Кора лопается. И все проведет своим чередом. Как видите, выжила и без нашей помощи в этом году был бы хороший урожай черешня. Не часто я продаю черешню. Такого количества, я имею в виду, семена. Но, похоже, это же вы видели. Он просто повторился. Я все вырежу. Следующий момент. Опять про камень. Итак. Здесь безболезненно не зажило. Дерево вступило. Рефлекс. Она выделила смолу. Которая сейчас заделывает вот это вот. Все-таки тут, видимо, есть трещины. Обычно обходится без этого. И дерево восстанавливается. Я вам показываю вот эти светлые кора. Но здесь пришлось дерево включить кометию. Ни в коем случае его резать нельзя. Ну, а здесь это вид сверху. Здесь рухнула ветка. Вот эта вот боковая. Почему рухнула? Правильно? Во-первых, здесь в нижней части могло быть поднимание. Дерево очень-очень старое. Очень. И оно похоже из тех. Видите, вот это вот рано на кольцо. Похоже, я когда-то, лет 20 назад, подошел с пилой. О чем сейчас раз сожалею. Здесь получилась рана. Фактически гнойник. Добавилось. К тому же, в нижнюю часть попадает под снег. И там повышенная влажность. Рана плюс повышенная влажность. И дерево начало гнить. Оно свое взяло. Почему? Это, видите, 22-й год. А в 22-м году вот эта ветка рухнула. Из-за урожая. У меня таких фотографий много. Поверьте просто. Это из-за урожая. Но крепление уже было слабое. И все. Когда я к нему там подошел. И говорю, по-моему, у меня друг красоруб. С бензопилой. Говорю, пили. И все. Оно еще может послужить. Но мне надо сложить место под новые деревья. Вот. Точно такой же случай. Видите. А может, это оно же. Скорее всего, вот это вот. И вот это одно и то же дерево. Вот вам результат. А я опять, получается, что-то раз попался вырезать. Вот. Вот эта фотография из интернета. Вот. Ваши соток. Это хорошая очередь. Хорошая газета. Но, понимаете, они безобидные грибы называют убийцами. В данном случае речь идет о этот самый гриб-трутовик. И дальше идет ужас, в котором это. Гриб-трутовик. Первое. Он друг. Он не сажает только мертвую древесину. Это часть природы. Бороться с ним бесполезно. Ну, то же самое, что бороться с насморком. Отрезать нос. Бороться с головной болью. Отрезать голову. А не отрубить ее. Вот примерно такой же уровень здесь. Значит. В сожалению, к огромному. С 80 тысяч подписчиков. Сейчас начнут бороться с грибом. А гриб внутри. Вот. Это пока просто прокомментировал. Идем дальше. Вот это страшная вещь. Когда вот я показываю на пальцах. Смотрите. Когда вот такие деревья. А этому дереву 25 лет. Когда одна из трех веток рухнула. И буквально разломилось дерево. Именно вот из-за этого. До такой вот устройства. Ну, так что я это на понимал. Вот следующее. Значит. Что получается. Здесь гниет основание штамба. Это, во-первых, груша. Во-вторых. Я специально выбрал снимок. Она еще жива. Одна плодоносит. Но. И даже посаженная на ровном месте. И даже вот здесь. Если даже это. И холм. Это мысно. И холм. То холм. Не достаточной высоты. И она все-таки сгнила. У меня есть фотографии несколько. Где груши просто ровненько посажены. Ни ямы нет. Этот дебильный. Который до сих пор проповедует. Ни холма нет. И все равно ребята. Она это. Берет и гниет. И гниет. То есть. Настолько слабых людей. Почему? Тут виноваты мы. Мы взяли. Потому что. Которая. Историческая родина. Абсолютно сухие места. Абсолютно. Вот. Там есть причины. Почему отдельный разгон будет. Почему такая форма хронная. Почему ее нельзя вот так делать. Как сейчас принято. Вот. И в общем и целом получается. Ну раз уж мы в Сибири в данном случае. Холод. Мороз. Сибирь покрывается снегом. Снег благодатный. Он защищает Сибирь. С много снегом. Он защищает природу. Но в данном случае. Раз уж это груша эмигрант. То что ты будешь делать? Давайте мы с ней это самое. Будем обращаться особо. То есть на высокий-высокий холм. Поверачиваем я. Так. Так. Значит. Это тема обрезки. Пришлось резать. Вот. Допустим. Здесь ветки морозухие. Да. Допустим. Но. Процесс. Видите. Он уже не остановил. Самое лучшее. Это то что я учу. Ни в коем случае. Вообще. Без причины. Не подходить дерево. А то что стоит человек. Вы понимаете. Современник наш. Он стоит секатор. Возь дерева. Оно там 5-7 лет. Достает почти на верхушку. И он ходит. Вот так. Знаете. Вот так. Я вам показываю. Натурально. Вот так вокруг дерева. И делает 10-20-30-40. А потом говорит. И так далее. Вот это и есть смертельная вещь. Видите. Я вам доказываю. Ни в коем случае. Нет причины для того. Чтобы дерево делать шарообразным. Специально. Делать его. Видеть чаши сверху. Чтобы якобы солнце внутрь. Нет. Все это не окупается здоровьем дерева. Так. Ну что еще сказать. Вот здесь можно обратить внимание на все вещи. Да. Ветка начала погибать. Но. Вот эта часть. Все это выделилось. Это продолжение уже здорового куска. Здоровый фрагмент. Дерево. То есть ветка осталась целая и будет продолжать жить. Вот. Ну вот примерно как там. Смотрите. Ну что же это такое. Ну. А они еще знаете как делают. Там эти крупные каналы. Там 100 тысяч подписчиков. Миллион подписчиков. Есть и больше. Посылают такие фотографии. Я сейчас не помню. Вот. Согласись что это не мой сад. Вот ландшафт совсем другой. И получается что. А. Караулу. Помогите. У меня там дерево больное. Что с ним делать. Ну. Ну. Что там делать-то. Что я скалечил. Теперь помощи проще. А я в таких случаях. Хочет. Просто. Еще больше его просветлить. Осветлить. То есть еще дальше покалечит. А фунгицид. 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 Вот. Вот. Это сильнейшая морозобоина. Сильнейшая. Но. Еще раз говорю. Это мой сад. Это дерево живое. Чуть не сказал здорово. Да. Не совсем здорово. Но погибать не собирается. Почему? Отславится кора. Сколько надо. Отславится сама. Ну что. Надо заканчивать. Вот. Сейчас я попробую какие-нибудь характерные. Вот. Что-нибудь характерное. Вот она морозобоина. Сама заливается. Вот это вот помогли. Мы искали сидел. Еще раз. Это не первый случай. Я уже показываю. Если брать. Тем. Что мы общаемся с вами уже лет. С началом 21 века общаемся. Многие уже видели. У меня такие фотографии. Многие присылают. И кричат. Караул спасите. Ну. Спасите. Первым делом это. Замаску. То есть эту. Краску. Умудриться. Смыть. А потом. Некоторые. Как мой друг один взял. Стянул обратно. Этими бечевкой. Стянул. Намертой. Прижилось. Вот. Потому что. Вот сейчас. Да. Оно как бы. Дерево погибало. Дерево задыхалось. Оно поэтому и лопнуло. Так. Сейчас. Да. Знаете. Может быть будет несколько серий. Наверное. Дельные серии вы не очень любите. Наверное. Мы сейчас. Закончим. Вот. Чтобы еще такое характерное найти. Чтобы найти. То что представляет интерес. Вот она. Морозобойная. С молодой побег. Который проклинает. Страшно проклинает. И требует их убрать. Такие побеги. А вот на эти морозобойные. Никто не в анимание не обращает. То же самое. Видите. Вдруг раз. Пошла молодая вертикальная ветка. Это восстанавливается корон. Вот это. Вот это. Вот. Так. Это наверное без комментариев. Не подходите к дереву. Вот мой совет. Я когда вижу вот столько много листвы. Которые тоже ненавидят. Страшно ненавидят. Я просто сейчас. Это из другой оперы. Но листву эту трогать нельзя. Ни в коем случае. Ах. Там зимует. Словредно и скомое. Ребята. Под этим листвой. Плюс. Потом еще снеговый покров. Сама жизнь. Само плодородие. Вот еще листва. Глупость несусветная. Вот мое дерево. Видите. Вот эта часть. Уже мороза боя покрыта. Это одна из. Одна из веток боковых. Но дерево уже спасает. Чуть ниже. Она выделяет эти побеги. Которые являются будущей короной. Не трогайте. Ради Бога. Ради Бога. Ради Бога. Ну что. Надо заканчивать. Нормальное дерево. Это фенгерка. С красивым названием. Грация. Она продолжает плодоносить. Зачем выскочил боковой побег? Да конечно будущее кроно. И вот второй боковой побег. Вверху уже непорядок. Идут годы. Там хуже, хуже, хуже. И дерево смещается вниз. Кроно смещается вниз. Ожидая худшие времена. Сибирь однако. И вот такой же случай. Все ребята. На этом хороший паракетный снимок. Для этого я закончу. Когда-то наверное я вот эту вот рану на кольцо сделал. Ведь можно третий цвет этого дерева. Вот видите тут это самое. Не даты. А последние годы уже дата была. Значит она очень-очень старая. И когда я сделал рану на кольцо, дерево заболело, жило, сопротивлялось, давало десятки ведом, все. Но пришла пора спасаться. Вот это спасение, которое ненавидят, как это считается волчки. И вот никто не замечает эти раны. Мало того, я всегда удивляюсь, да. Вначале сами ран пододелывают. Рано, рано, рано. Я на вебинарах показывал снимки вот такие, вот несколько сотен за все время. Рано, рано, рано. Ниже ран появляются побеги. Караул, дерево, это ошибность. Дерево не знало, что творит. Совершила глупость. Отправляет силы ненужные, совершенно вредные дерево. Все силы тратит на молодые побеги. Давай их уничтожим. А раны не видно. Все, друзья. Я заканчиваю эту серию. Очередную. Вот. Еще раз покажу вам. Помощницу, сотрудницу. И будущее. Видите, с фотоаппаратом. Человек, который может полностью изменить соотношение. Сейчас как? Ну, вот сейчас вы видите. Этот фильм посмотрит 30 человек. Все. А на другом канале 2 миллиона 100 тысяч человек. Посмотрим, посмотрим только. 2 миллиона 100. Это было там уже 2,5 миллиона. Там будет говориться о том, как делать вот такая рана. И говорится. Вы знаете, мы сейчас, она залечится, потому что вот мы сейчас правильно ее вот так вот делаем. Эта рана с каемкой. Выпиливается вот такая вот рана страшная в Сибири, в России, в холодной. Да, и хоть на Украине, хоть на этом. И она обрастет и затянется. И это, говорит, человек, который ни разу в жизни этого сам не видел. Потому что даже небольшие раны, вот они, видите, справа слева, даже небольшие раны до конца не зарастает. Все. Ирина Александровна, привет. Дочка моя милая и ученица. И вот повезло же это мне, что у меня такая смена растет. Железов Сергей. Вот. Савинич Елена. Потом у тебя появится псевдоним, когда ты будешь, заменишь меня полностью. Савинич Елена. Пусть она, люди, привыкают. Пусть это не фамилия, пусть это псевдоним. Пусть привыкают. Вот. Больше доверия будет. Все, дочка, пока. Желаю тебе удачно выступить с лекцией на это самое, на порве белорусов. Продолжение следует.